Сексуальная энергия Сексуальная энергия Сексуальная энергия Но произошла такая энергетическая сублимация, когда базовая энергия, нижняя, сексуальная, трансформировалась в художественное произведение, и человек ее преобразовал сам. И получается, для тех людей, у которых есть способность преобразовывать нижнюю базовую энергию во что-то более высокое, это называется сублимация. То есть сексуальная энергия переходит в творчество. Если человек вот эту практику освоил, и он может свою базовую жизненную энергию трансформировать, ну я не знаю, в труд, в свою работу, в свое дело, то секса ему надо уже меньше. Тут, кстати, у кадровиков некоторых есть особая оценка, что если мужик ходок и иногда неуправляемый, ну слаб напередок, то, как правило, у него интеллектуальный уровень отсечен, может даже не все буквы знают. У него нет увлечений, нет хобби, нет вот этого канала трансформирования базовой энергии во что-то еще. То есть он, ну просто осеменитель. Ну осеменитель это клеймо. Ну то есть это животное, которому потрахаться и больше ничего. Человек это более сложное существо, которое может преобразовывать базовую энергию. Во время полового созревания у молодых людей обостряется сперматоксикоз. Что с этим делать и куда направить энергию? Только образование. Только новые виды дел. Я обратил внимание, что мужчины с плохим образованием, да, они потом по жизни реализуются хуже. То есть они могут работать строителями, сварщиками, пойди, подай, принеси. И когда, например, на рынках происходят кризисы, они реализуются хуже. У них больше комплексов неполноценности, у меня нет работы, я не могу никуда пойти. То есть мужчине особенно начиная с 12 и до 20 получается вот эту избыточную сексуальную энергию, которая пребывает, нужно гасить или нужно вырабатывать при помощи усиленных физических нагрузок. То есть спорт, прежде всего спорт. И при помощи усиленных занятий своими любимыми делами, которые могут быть связаны с будущей профессией. Вопрос, кем ты хочешь стать, и куча наводящих вопросов, уточняющих, кем ты хочешь стать, выясняет, что ты знаешь, что ты не знаешь, что тебе еще надо. Человека надо увлечь для того, чтобы он начал отрабатывать навык преобразования базовой сексуальной энергии во что-то, связанное с делом. Это уже сердечная карма. Это уже сердечная железа, да, и ментальная. И получается, что сперматоксикозом очень жестко страдают те люди, которые не все буквы знают, и которых отсечена человеческая составляющая, а они все больше к осеменителям. То есть тут, кстати, в методиках воспитания мужчины это тоже надо прописывать. Кстати, армия, она-то строится тоже на этом принципе. Большое количество физических нагрузок и большое количество занятий по непосредственному предмету. Первый неудачный опыт в постели. Об этом вообще стоит переживать и что с этим делать? И у меня такие случаи бывали, причем я должен сказать, что с разными женщинами это по-разному. Тут очень многое зависит от женщины. Потому что женщины некоторые бывают вампирического свойства, да, они могут неаккуратно ранить, да, они могут человека вообще загнать в какую-то там фигню, да. Вообще о своем физическом здоровье мужчина может не беспокоиться. То есть когда у тебя в 24 года, ну у меня был случай, я в 93 году приехал в Москву рисовать портреты и карикатуры на Пушкинской площади. А я ж туда курил, тогда еще были сигареты Магна такие, да. И так получилось, что я сел работать в 9 утра, а закончил работать в 8 вечера. Ну, Макдональдс рядом, да, я там кофе попил, там какие-то такие мелкие, да, там что-то бутерброды, какой-то круассан, да. И фактически я целый день не ел, а нарисовать, а я нарисовал что-то 5 или 6 портретов по 15 долларов, тогда цена такая была, да. 5 или 6 портретов по 15 долларов, это соточка в день. В 93 году это большие деньги. И так получилось, что последний портрет, села девушка такая красивая, да, ну и мы разговорились там слово за слово. И я скажу, что, ну, в общем, все получилось, да, как с полоборота. И у меня ничего не получилось, и я реально чуть ли себя не загнал в яму, хотя на самом деле ты не ел целый день, ты выкинул огромное количество нервной энергии. А она откуда берется? Она берется из базовой сексуальной, которая тебе закачивается через этот шланг. Поэтому не надо слишком большого внимания уделять неудачам. Вообще, если тебе девушка нравится, и у тебя ты волнуешься, да, и переживаешь, что получится, да, не надо переживать. Ну, во-первых, получится, потому что, если она заинтересована, то 100% получится. Она тебя просто не отпустит, чтобы не получилось. Во-вторых, ты должен быть, ну, минимум, сыт, да, у тебя должны быть, ну, ты должен быть в определенном порядке, чисто обыденном. Потому что, если ты загнан, ты там после смены, или ты там с караульной службы, да, и ты не ел полдня, то лучше этого не делать. Ну, потому что ты себя можешь психически так перенапрячь, что ты себя загонишь, и что-то не получится. В общем, фигня вопрос. Тут вообще нечего обсуждать. Всегда, в любой ситуации, прежде всего, надо сесть, поесть. Кстати, ну, а зачем девушку укладывать в постель, если с ней там, ну, где-то не поужинать, для начала, да? Может быть, чуть-чуть там и того же, ну, там, венца какого-нибудь, для того, чтобы... Но тут самое главное не переборщить. Тут некоторые умельцы так на венцо насаживаются, что потом то же самое, но только с другой стороны. Ну, в общем, эти страхи беспочвены. Самое главное, чтобы в голове был порядок. Надо к себе относиться уважительно, надо себя любить, и надо есть побольше. Если у мужчины было много женщин, это больше плюс или минус для него? И наоборот, если не было опыта, он сможет построить долгие отношения? Я опять обращаю внимание на то, что двоичная логика. Вот было много, было мало. А давайте посмотрим, а что он за тело, да? Если он с отсеченным интеллектуальным уровнем, он ничего не знает, ничего не умеет, и он осеменитель, то это плохо. Ну, потому что больше у него дел в этой жизни нет. Ну, ему только... Он что, выстроит семью? Нет. Ну, у него все нормально, у него все есть, все работает, да? Вопрос же звучит, это плюс для выстраивания отношений? А я не знаю, потому что количество иногда переходит в качество, иногда не переходит. Это зависит совсем от других параметров. Я бы поставил вопрос так. Человек с делом образованный, солнечный, легкий на подъем, который имеет опыт отношений с женщинами, но еще не пошел по рукам. Это хорошо для семейной жизни? Я скажу, да. А если он пошел по рукам и стал циником, и, в принципе, к женщинам относятся только как к мясу, которое можно только использовать, да? То это плохо. Там есть нюансы, которые вот в постановке вопроса вообще не обозначены. Я считаю, что не пойти по рукам – это ключевой параметр счастливых семейных отношений. Ну, потому что... В чем баланс, да? Если сексуальная чакра доминирует, сердечная закрыта или вообще отсутствует, а рассудок обслуживает яйца, то семьи не будет. А там хоть миллионы или хоть вообще никого. Все зависит от того, насколько человек сердечный. Потому что семья – это прежде всего... Ну, кирпичи стоят, а раствор. А раствор – это речь через сердце. Если ты умеешь говорить и договариваться, и ты реально отсвечиваешь доброжелательность, любовь, да, там, какие-то такие вещи, чуткость, да, тактичность, шуточки, прибауты – это все из сердца, то там все получится. А сколько секса нужно в здоровых отношениях? Ну, по-разному. От трех раз в день до раз в неделю. Это все зависит от загрузки реальной жизни. Ну, потому что секс – это только 10% от реальной жизни. А 90% – это другие вещи, они могут забирать энергии побольше. Надо посмотреть на конституцию мальчика, да, на природу девочки. Есть люди просто физиологические, которым это надо, ну, в разной степени. Ну, то есть, грубо говоря, да, вот я лысый, волосатый, вот если меня раздеть и посмотреть на мою растительность, да, то там тестостерона столько, что я могу поделиться. Полстраны могу накормить, да, наградить. И понятное дело, что мне надо много. И для меня действительно, а по молодости так вообще, ну, и сейчас оно не сильно изменилось, да. Ну, каждую минуту по три раза. А женщины, они разные бывают, да. То есть, например, я знаю, что некоторым женщинам это надо на порядок меньше. И, соответственно, тут тоже выстраивается баланс. Люди либо сходятся, либо расходятся. Ну, в общем, таких общих рекомендаций нету. Хорошо, когда есть баланс, есть доброжелательность, есть тяга, не только сексуальная. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу секса. И задавайте вопросы, которые хотели бы обсудить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...